ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума одобрила во втором основном чтении законопроект, ужесточающий ответственность водителей за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Речь идет о шоферах, которые уже были судимы за пьяный рецидив по статье 264.1 УК РФ. Согласно поправок, им придется заплатить штраф до полумиллиона рублей или отправиться за решетку на срок до трех лет. Также добавлю, в верхах готовится инициатива о принудительной установке на машины нетрезвых водителей Алка Замков. ТРАССА СТО ОДИН Электросамокаты завладели умами чиновников. Инициативы, касающиеся этого вида транспорта, рождаются в их головах одна за другой. Очередная идея заключается в том, чтобы запретить передвигаться по тротуарам на электрических самокатах, масса которых превышает 35 килограммов. Якобы все, что больше, представляет смертельную опасность для пешеходов. Кстати, в авариях с участием электросамокатов в 2019 и 2020 годах в России погибли 10 человек. ТРАССА СТО ОДИН Дети-водители в возрасте до 16 лет в этом году попадали в аварии на российских дорогах почти 50 раз. Более четырех десятков человек в таких ДТП получили травмы, шестеро погибли. Число жертв в сравнении с прошлым годом подскочило в три раза, констатирует в ГИБДД. Госавтоинспекция призывает родителей усилить контроль за детьми-подростками. Ведь именно они чаще всего втайне от взрослых берут ключи от авто и отправляются в опасный вояж. ТРАССА СТО ОДИН Цены на бюджетные лиховушки за последние 10 лет выросли в среднем в два раза. А что в них изменилось за это время? Да по большому счету ничего. Рекордсменом по росту цен, информирует агентство «Автостад», стала отечественная «Лада Гранта». В 2012 году она стоила минимум 230 тысяч рублей, сейчас минимум 520 тысяч. Рост почти на 130%. Несмотря на это, «Гранта» остается самым доступным и самым популярным новым легковым авто в России. ТРАССА СТО ОДИН С 1 августа в Москве обещают запустить электронную базу данных таксистов. У каждого извозчика будет свой цифровой профиль, в который внесут информацию о правах, наличии разрешения на перевозку, штрафах и количестве отработанных часов. В столичном департаменте транспорта надеются, что система позволит исключить из рядов таксистов злостных нарушителей и избежать переработок с их стороны. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН